Ха! Мастерская ИВ! Самые лучшие ловистые самоделки для рыбалки во всём интернете! Ха-а-а! Привет с вас, дорогие друзья! Сегодня будем делать ловистый донный монтаж, который отлично подойдёт для сильного течения, кормушку не будет сносить. И давайте начнём. Начнём собирать монтаж узел, который я привязываю вертлюжки и колечки. То есть будет выглядеть так. Продеваем леску. Три, четыре, пять, шесть, семь. Раз. Вот так мы видим. Продели. И в образовавшися колечко продеваем. И здесь тоже кольцо в кольцо. То есть вот так. И сейчас затягиваем. Мочим и затягиваем. Вот так вот наш узел вот такой вот готов. Так я буду привязывать все узлы с вертлюжками. Далее устанавливаем один стопор. Вот такой вот. Для чего нужен стопор? Для того, чтобы груз не разбивал наш узел. И продеваем. Вот такой вот у нас груз есть. Продеваем через груз. Скользящий груз, который отлично держится. То есть на течении он не будет туда-сюда ходить, крутиться. Что мы делаем дальше? Дальше здесь мы будем устанавливать две бусины. Берем вот такие вот две бусины. Бусину продеваем. И еще раз продеваем. Еще одно делаем кольцо, чтобы бусина не ходила. Еще раз вот сюда вот так вот в отверстие продеваем. Вот такая вот конструкция получилась. Вот она. Здесь можно стопор уже не устанавливать, потому что вся сила, вся мощь придет на вот этот стопор. При ударе будет натягиваться. Все, бусина. Дальше быстренько вертлюжок. Вот так вот вертлюжок. И также закрываем второй бусиной. Такая вот красота получилась. Что мы делаем дальше? Дальше мы надеваем еще один стопор, потому что дальше уже будет идти наша кормушка. Вот так вот. Дальше идет наша кормушка, чтобы узел не разбивался. То есть... Вот так все. Что будет дальше? Дальше такой же процесс. То есть здесь опять две бусины и вертлюжок. Такая вот красота получилась. Далее завершаем тоже вертлюжком. Но здесь вот так же привязываем. И все, монтаж наш практически готов. Надо будет привязать поводки. Также таким же узлом я сейчас вертлюжок привязываю, как я показывал в начале видео. Все, сама основа монтажа готова. Остается вот к этим всем вертлюжкам, которые будут крутиться. Вот эти два привязать. Небольшие поводки. Вот такой вот элегантный монтаж получился. Он как на реке, как на озере. Немного. То есть занимает, как у меня донки, 100-200 тест премьер. То есть достаточно. То есть этот монтаж подходит. И далее я покажу к поводкам. Осталось только привязать. То есть крючки. Я вам покажу, как я это все делаю. То есть вот такой вот поводочек. Продеваем. Видите, вот так продели. Далее делаем. Три кольца. Ну то есть не нужно что-то придумывать, я считаю, с узлами. Вот у меня есть два узла самых основных, которых я больше всего люблю. Это не значит, что я другие узлы какие-то, да, не знаю, как привязать. И вот этими узлами просто уже... Ну я привык. Они для меня самые лучшие считаются. Как крючок, как вертлюжок привязать. Этими узлами я все привязываю. То есть уже ничего не нужно. Мне достаточно двух узлов для рыбалки. Больше ничего не надо. Сейчас привяжем все крючки. Ну и вот такая красота получилась. Что мы видим? То есть у нас три поводочка. Все они практически в районе будут кормушки. Забиваем прикорма. Прикорм я делаю такой вот настолько липкий, что ее не вымывает с кормушки. И рыбу вот эту железку уже полностью не видит. Соответственно, уже здесь красный вот такой вот прикорм. И далее три поводочка. Из того, что они ходят, вертлюжок ходит, они, то есть будут ложиться именно на дно. Ничего путаться не будет, потому что за кормушку, за пружину они будут закрыты прикормкой. Ничего не запутается. И далее дополнительный груз нужен, чтобы, то есть, подольше, во-первых, забрасывать в кормушку. Это будет слишком легкое даже с прикормом. И, соответственно, на течение, чтобы ее сносило. Вы посмотрите, как она держится. Она ее не будет сносить на течение. Она упадет. Как кормушка, крутиться не будет. И такой вот универсальный, уловистый монтаж. На сегодня все. Здесь была мастерская ИВ. Подпишите, пожалуйста, на мой канал на Рутюбе, если кому понравилось. Ссылочка будет в описании. Всем пока, дорогие друзья. Рутюбе, Продолжение следует...